Напомню про аппликаторы Кузнецова. В октябре 2015 года купил я вот в таком исполнении. Аппликаторы, хотя при продаже они назывались тибетские аппликаторы, здесь, кроме того, что они иголки, здесь еще вставлены магнитики, каждый из них. Эти аппликаторы выпускаются в четырех вариантов, в зависимости от высоты иглы. И поэтому пластмасса у них будет разной. Зеленый, красный, синий и желтый. Зеленый самый слабый, желтый самый сильный. Можно на них постоять босыми ногами. Вот так вот переминаясь, меняя на грузку с ноги на ногу. А я и ложусь на них полностью спиной. Вот здесь это место для шеи. Здесь будет вся спина, а здесь будет как раз место для поясницы. Итак, улеглись. Включили. Я поставлю на пять минут. Я обычно от пяти до пятнадцати лежу. Но так, чтобы не занимать ваше время, я поставлю на пять минут. Вот таймер, улеглись, расслабились и лежим. Я тоже поначалу думал, что это будет как на этом всем лежать. Еще вполне хорошо. Зато кровь разгоняется прекрасно. Это я не делаю каждый день. Хотя, может быть, и надо было. Можно еще ладошками на них понажимать. Вот. Поскольку у нас на ушах, на ладошках и на пятках выведены все органы наши выходят. Об этом мы все знаем. То получается, что ушами как бы неправильно. Уши надо бассировать, а ладошки и пятки можно аппликаторами активизировать кровообращение. Ну, это я так рассказываю, чтобы вам не было скучно. Вот. Все дело привычкой. Если привыкаешь, то очень неплохо. Я не знаю, почему назвали их кибетскими. Хотя, это известные аппликаторы в советское время. Известные аппликаторы Кузнецова. Еще кто-то из Донецка их выпускал. Немножко форму менял. То есть, в принципе, это в 15-м году вспомнили то, что было в советское время. Просто они раньше продавались отдельно. Набором аппликаторов надо было куда-то там пришивать. Сейчас уже продается все готовое. Вот. Пока так. Можно прижать тихонечко. Это я делаю для того, чтобы, опять же, опубликовать видео. И чтобы было понятно, что это делается, и ничего тут такого из ряда вон нету. Ложишься и лежишь себе спокойно. Очень неплохо полежать, когда делать перезагрузку. 7 часов после того, как проснулись. Я про это рассказывал уже. Таймер включили, проснулись. Не забыли включить таймер. Прошло 7 часов. Легли и минут 15 отдохнули. Я так тоже делаю, если есть у меня время и возможность, когда я дома. Лег на аппликаторы включил, включая обычно шавасану, это 16 с небольшим минут, и лежишь себе. Ну вот как-то. Наверное, все я и рассказал. Да, в них магнитики, как я и говорил, внутри. Они тоже какое-то положительное воздействие на организм оказывают. Так что, только все положительное. Дело в том, что с возрастом надо больше обращать внимание на свой организм. Потому что он этого уже начинает просить. Поэтому это не только не только физическое движение, физика и движение, да. Это еще и много. Это и взаимоотношения, это и то, чем мы дышим. Это и пять основных факторов, которых я, наверное, в следующий раз расскажу. Очень любопытное ощущение. Там, оно не... Ну, по поругу идти, оно не болит. Оно просто... Такое ощущение, что там тепло разносится все больше и больше. Ну, когда поднимусь, особенно пугаться не надо. Это там никаких... Кожу, оно не прокалывает. Оно было сделано таким образом, что кожа остается в целости и сохранности. Вот наши пять минут истекли. Благодарю за внимание. Желаю всем здоровья, счастья и радости. Пока!